Вы смотрите новости на канале RTVI. Во вторник в борьбу за Белый дом вступил еще один республиканец, бывший губернатор Арканзаса и баптистский проповедник Майк Хакобе. О своем решении он объявил в родном городе Хоуп, штат Арканзас. Я объявляю, что выдвигаю свою кандидатуру на пост президента США. Хакобе пользуется поддержкой социальных консерваторов Америки. Он уже баллотировался на пост президента в 2008 году. Тогда он выиграл первые внутрипартийные выборы года в штате Айова, опередив в числе прочих и Джона Маккейна, который в итоге завоевал номинацию своей партии. По окончании гонки Хакобе стал политическим обозревателем на телеканале Fox News и проработал там до января этого года. В нынешней гонке экс-губернатор не будет в числе фаворитов, но он может победить в нескольких штатах так называемого библейского пояса на юге страны. Хакобе – шестой представитель республиканской партии, официально объявившая о своей кандидатуре. По данным опросов, наибольшие шансы в среде республиканцев у двух представителей Флориды – сенатора Марка Руби и экс-губернатора Джеба Буша. Обломки российского космического грузового корабля «Прогресс» упадут у Тихоокеанского побережья США. Об этом сообщает Центр космических операций ВВС США. Это произойдет 8 мая. Российское космическое агентство ранее сообщало, что корабль сойдет с орбиты между 5 и 7 мая. Напомню, «Прогресс» стартовал с Байконуры 28 апреля. После отделения от третьей ступени ракеты-носителя «Прогресс» не перестал отправлять информацию. Модуль не смог состыковаться с МКС и начал неконтролируемо вращаться. Восстановить контроль над кораблем не удалось. Эксперты полагают, что при запуске космического грузовика произошел взрыв. Неудачный запуск стоил российскому бюджету более 2,5 миллиардов рублей. Кроме того, потеряно несколько тонн грузов и праздничные атрибутики, включая копию Знамени Победы. В Мексике погиб Дэйв Голдберг, гендиректор компании «Сервой Манки» и муж одной из руководителей соцсети Facebook. Трагедия произошла на территории частной виллы в тренажерном зале. 47-летний мистер Голдберг упал с беговой дорожки и сильно ударился головой. Мужчина скончался в больнице от потери крови и травм, несовместимых с жизнью. Свои соболезнования в связи со смертью Дэйва Голдберга, среди прочих, выразили президент Обама и основатели глава компании Facebook Марк Цукерберг. Во Флориде арестован мужчина, который был в бегах 56 лет. В 1957 году житель штата Огайо Фрэнк Фрэш Уотерс был осужден за убийство. Он насмерть сбил пешехода на своем автомобиле. Его освободили под залог, однако позже отправились за решетку за нарушение условий освобождения. Спустя два года он бежал из тюрьмы и с тех пор скрывался. В 1975 году он был арестован в Западной Вирджинии, однако губернатор этого штата отказался его экстрадировать. Теперь осужденный вновь задержан в другом штате. Он находится под стражей в ожидании отправки в Огайо. Это все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи.